Пасхи Есть подготовительный период, потому что тот ощущает радость от вкушения праздника, кто особым образом готовился к нему. Если хочешь порадоваться от вкушения пищи, попастись неделю, три дня или месяц, ты уже будешь гречке рад с солью и сахаром, если перед этим ел бы без соли. Короче говоря, перед Пасхой подготовиться тоже надо. Для этого у нас был 40 дней Великого Поста, для этого у нас есть Страстная Седмица, для этого у нас был огромный период, когда мы должны были совершать дела благодеяния, больше посещать и чаще богослужения, больше молиться, больше читать Священное Писание, раздавать милость всеми всеми, нравственно жить настолько, насколько это возможно. Вот это и был подготовительный период к Пасхе. Но если этот вопрос задается уже на Страстной Седмице, то скажу, что надо посетить все богослужения Страстной Седмицы, которые служатся раз в году. В среду вечером чтение 12 Страстных Евангелий. В четверг с утра воспоминание Тайной Вечери. То есть это день рождения Евхаристии, день рождения Причащения. Почему бы не причаститься в тот день, когда Господь заповедовал пить из чаши сей и вкушать плоть его? Очень многие православные христиане стараются особенно причаститься в этот день. Чистый четверг. Не потому он чистый, потому что надо дома прибираться с утра до потери сознания. Все чистить, окошки мыть, яйца красить, куличи печь, полотенечки развешивать на иконочке, пыль смахивать. Не для этого чистый четверг. И не для того. Душа твоя должна быть очищена причащением в этот день. Нет других средств стать чистым. Хоть наждачкой трись в джакузи, ты не станешь чистым в чистый четверг душою, сердцем, мыслями, телом, да. Но какая польза для духовной жизни, если тело твое чисто, если дома у тебя все сверкает, все с иголочки, да. А душа не насладилась источником всех благ, Господом Богом. Поэтому в четверг надо причаститься. В пятницу побывать на богослужении погребения плащаницы. Послушать канон плащ Богородицы. Пройтись крестным ходом. То есть соучаствовать в том событии, которое было совершено около двух тысяч лет назад. Ведь мы не просто вспоминаем то или иное событие. Мы становимся участниками этого события. Мы идем по земле Иерусалима. Мы плачем вместе с Богородицей, с учениками Христовыми, с женами грядущими, мироносицами. Время теряет свою власть во время богослужения. Литургия, всенышное обдение. Любое богослужение, которое вроде бы как бы воспоминает то или иное событие, оно являет это событие. И мы не просто пытаемся вспомнить о нем. Мы окунаемся в него. И приобщаемся к благодатной силе этого события. Поэтому хорошо побывайте на службах, связанных со страданиями, смертью Спасителя. Для того, чтобы стать логическим вкусителем плодов этих страданий. Воскрешение Господа, Бога нашего Иисуса Христа. И тогда Пасха будет глубже, ярче, благодатней, когда ты сострадал со Христом. Есть страдания, есть радость. Нес крест, встретишь сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа. Бывает, правда, мы работаем, правда. Не все же пенсионеры, не все же безработные. Многие работают. Что делать? Некоторые службы можно посетить после работы. Посмотрите на расписание ваших храмов. На следующий год или через год. Друзья, если вы христиане, постарайтесь взять отпуск. На Страстной Седмице. Или уже на Светлой, как получится. Хорошо бы на две недели. Чтобы побывать на всех службах этих дней. Это две самых главных недели в году. Начиная со среды и заканчивая Антипасхой. Но если никак не получается, я понимаю, что у них у всех получится. Возьмите книгу с текстами этих богослужений. Они продаются, они есть. Они есть в интернете, чьи напоследования всегда наряду этой недели. Они не меняются с года в год. Там есть для священника, есть там свои особые тексты. Но вы можете читать богослужебные тексты, которые читаются на клиросе, которые читаются священникам. Те же самые каноны или Евангелие. Дома, ну или на работе в обеденный перерыв, когда получается. Пусть даже по дороге домой. Все равно едешь себе в метро и читаешь с телефона. Есть сайты с чьи напоследованием этих служб. Есть, повторюсь, книги в PDF формате. В других удобных для чтения форматах. То есть побудьте с Господом в эти дни, прониктесь глубоким смыслом этих текстов. И тогда Пасху встретить будет радостнее. Потому что не в куличах и не в яйцах смысл Пасхи, не в их освящении, не в разговении, а в радости от того, что страдающий, преданный, умерший Христос воскрес и совоскресит каждого из нас во время Оно и всех наших родных. Будьте с Господом, дорогие мои. Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok